Сейчас, ну, уж очень похожа ситуация с украинской. Армянские военные политики и активисты должны изучать украинский опыт. Это очень полезный опыт. Он имеет прямое отношение к Армении сейчас. Этот опыт показывает, что, во-первых, зверство противоположно атакующей стороны, это очень важно. Это должны все увидеть. Мир должен увидеть. Ну, тот же Зеленский, который прославился тем, что по WhatsApp рассылал фотографии убитых детей своим коллегам в Европе. Или который звонил и говорил, возможно, я с вами говорю в последний раз, я могу быть убит в течение следующего часа. Это действовало, потому что это было, в общем, правда. И, кстати, до сих пор действует, потому что я совсем не исключаю попытки убийства Зеленского, чтобы обезглавить украинскую систему. То есть, первое, это свидетельство злодеяний наступающей стороны. Второе, это свидетельство героического сопротивления. И здесь очень многое будет зависеть от военных и добровольцев. Украина, опять же, показала, что помогают тем, кто бьется за себя, кто не сдается и готов за себя воевать. Ну, и, наконец, третье зреет в западных кругах, в истеблишменте осознание того, что столько лет, в общем-то, мирились с этими деспотами из нефтяных держав. Это, конечно, и Россия, но Азербайджан, это арабы многие, которые все кучковались, они в Лондоне, скупали жилье в Майами, эти супер-яхты и так далее. На этом определенная часть элит Запада очень наживалась. Но не такая большая. Знаете, сколько людей занято в обслуживании супер-яхты, прямо скажем. Сколько людей получают комиссионалы? Ну, пока они себя тихо ведут.